Добрый день, я Ксения Туркова и это брифинг. Коротко обо всем самом главном и интересном, что происходит в Америке. Начнем, как обычно, с серьезного. Президент США Дональд Трамп заявил, что 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ином в Сингапуре. Американский лидер накануне лично приветствовал в аэропорту троих американских граждан, освобожденных из заключения в Северной Корее. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ином состоится 12 июня в Сингапуре. Трамп сделал это заявление вскоре после прибытия в США трех американских граждан, освобожденных из северкорейских тюрем. В четверг ранним утром Дональд и Милания Трамп приехали лично поприветствовать американцев корейского происхождения Тони Кима, Ким Хак Сона и Ким Дон Чхоля, обвиненных режимом КНДР в антигосударственной деятельности и шпионаже. Томми Ким и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы в 2017 году и обвинены в участии в антигосударственной деятельности и попытках свергнуть правительство. Третий заключенный Ким Дон Чхоль был задержан в городе Росон на северо-востоке КНДР в октябре 2015 года, а в 2016 году его признали виновным в шпионаже и приговорили к 10 годам заключения в трудовом лагере. На авиабазу Эндрюс, штат Мэриленд, куда прилетел самолет с освобожденными американцами вместе с щитой Трампов, прибыли многие высокопоставленные чиновники администрации США. Вице-президент Майк Пенс, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и другие. Выступая перед журналистами на аэродроме, президент Трамп выразил благодарность Ким Чен Ину за освобождение американцев, назвав их возвращение событием, открывающим дорогу к саммиту лидеров США и КНДР. Достижение, которым я буду гордиться больше всего, включая это освобождение американцев, будет, когда мы избавимся от ядерного оружия на Корейском полуострове. Это то, чего люди ожидают уже очень давно. Никто не ожидал, что это будет происходить так быстро. Я очень горжусь, что мне удалось освободить этих троих ребят. Они замечательные люди. Вы знаете, я с ними поговорил в самолете. Они замечательные люди. Они многое пережили, но для меня это большая честь. Но настоящей моей гордостью будет, если нам удастся избавиться от ядерного оружия. А теперь наши традиционные истории жизни разных американских штатов и городов. В школы города Нордридж, это в штате Нью-Йорк, теперь приглашают на уроки терапевтических собак. Такую программу принял местный департамент образования. Собаки помогают ученикам справляться со стрессом. В школах Нордриджа, штат Нью-Йорк, по-своему решили бороться со стрессом. Терапевтическая собака Фейд отлично справляется со своими обязанностями. Она учится распознавать сигнал пожарной тревоги, учится правилам поведения в школе. Она очень быстро все схватывает, буквально на лету. Месяц назад в нашей школе появилась новая ученица. Она очень нервничала из-за переменной обстановки. Ей было очень некомфортно. Но когда в комнату зашла Фейд, девочка на глазах расслабилась и даже улыбнулась в первый раз. Собака-терапевт помогла ей справиться с переменной обстановки. Мне было немного грустно, потому что с переменной школы мне многого не хватало. А потом я увидела Фейд, и все стало хорошо. Для учеников этой школы погладить собаку перед и после тестов – привычное дело. Так они меньше нервничают перед контрольными работами. Благодаря собакам мы чувствуем себя в школе как дома. За день до тестов мы обязательно идем погладить собак. Так мы чувствуем себя более комфортно и уверенно. Компания Амазон установила макеты умных домов в разных штатах США, чтобы покупатели увидели, как работает разработанный ею виртуальный помощник Алекса. Амазон объединил усилия со строительной корпорацией Ленар. В результате этого сотрудничества в США у покупателей появилась возможность протестировать виртуальный помощник от Амазон Алекса в максимально приближенных к реальности условиях. Алекса, мы отдыхаем. Хорошо, я нашла радиостанцию Джаза. Амазон хочет продемонстрировать покупателям, что Алекса не только ищет музыку. Например, она может приглушить свет, включить телевизор и закрыть двери на замок. На умные дома от Амазон можно посмотреть в 15 городах США, включая Лос-Анджелес, Даллас и Вашингтон. Такое продвижение своего продукта – хорошая идея. Амазон вышел вперед по многим позициям. Однако одной из проблем для компании остается взаимодействие с покупателем. Непосредственный контакт с людьми пойдет Амазон на пользу. По данным исследовательской компании Report Linker, к 2023 году на мировом рынке продажа систем умных домов составит 107 миллиардов долларов. Губернатор Огайо предпочел видеть на дорогах штата беспилотные автомобили. Почему? Узнаете прямо сейчас. Губернатор штата Огайо Джон Кейсик подписал распоряжение, позволяющее движение беспилотных автомобилей на дорогах штата. Он уверен, что эти технологии обеспечивают большую безопасность, чем водители-люди. Компьютеры не прихорашиваются за рулем. Компьютеры не пишут СМС. Компьютеры не говорят по телефону. Эти технологии, технологии 21 века, спасут жизни. Беспилотные автомобили должны соответствовать имеющимся стандартам безопасности и передвигаться в соответствии с правилами дорожного движения. Киноограбление века. Украден костюм железного человека. Не просто имитация, а та самая броня, в которой Роберт Дауни-младший снимался в самом первом фильме. Сейчас в пригороде Лос-Анджелеса пытаются разобраться, куда делись знаменитые доспехи. Железный человек может защитить себя от врагов, а вот его костюм, как оказалось, сам по себе не очень хорошо справляется с этой задачей. Красно-золотые доспехи стоимостью от 300 до 500 тысяч долларов пропали. Этот костюм называется Марк-1. Это первая броня железного человека, и поэтому она очень ценная, так как является неотъемлемой частью создания героев в первом фильме. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что костюм был украден со склада реквизитов покоями. В промежуток времени с февраля, когда его видели в последний раз, по апрель, когда обнаружили пропажу. Я не могу поверить, что этот костюм хранился на каком-то складе, неизвестно где. Я сотрудничал с компанией Марвел, и обычно они держат реквизит под замком. Я не понимаю, как вообще это могло произойти. Украденные доспехи уникальны. Марвел еще не обнародовал все детали создания этого костюма. По словам Джома Долена, основателя аукционного дома и эксперта по реквизиту из фильмов, воры не смогут его продать. Любая попытка его сбыть – прямая дорога в тюрьму. Поэтому, скорее всего, он окажется либо на черном рынке, либо у частных коллекционеров. Сеть ресторанов «Пицца Хат» продолжает эксперимент по доставке алкоголя. Эксперты говорят, что это многообещающий маркетинговый ход. Сеть ресторанов «Пицца Хат» расширила зону доставки пива покупателям. Теперь этот алкогольный напиток можно заказать в почти сотни пиццерий в штатах Аризона и Калифорнии. «Пицца Хат» рассчитывает, что эта мера позволит увеличить продажи и повысит конкурентоспособность своей сети. Эксперты исследовательского бюро «Текномик», занимающиеся исследованиями ресторанного рынка, считают, что доставка алкоголя – хороший ход. «Наши исследования показывают, что если у покупателя есть возможность заказать алкоголь при доставке на дом, то его удовлетворение заведениям растет. С точки зрения повышения продаж и привлечения покупателей, любому ресторану стоит по возможности доставлять алкоголь. Сосредоточиться на этом со стороны «Пицца Хат» – хороший ход, но трудность в том, что в каждом из штатов США свои правила продажи алкоголя». Конкурент «Пицца Хат» – сеть пиццерий «Доминос» – алкоголь не доставляет, но недавно открыла более сотни точек в самовыгозе алкоголя в парках. И на этом все. До встречи на брифинге!